Дамы и господа, всех приветствую! Сегодня будем смотреть на новиночку. Это новый держатель для смартфона, планшета, как хотите. И стоит он очень недорого. Вот мой заказ. 2 доллара 55 центов. Доставка всего лишь 7 центов. Ну что, давайте посмотрим, что он себе представляет. Потому что цена действительно смешная. Упаковка изрядно помялась. Gearbest вообще всегда экономит на упаковке. Поэтому все, что приходит от них, очень редко доставляется в нормальной упаковке. То есть все какое-то перекошенное, помятое и иногда даже может быть и сломанное. Но пока что у меня такого не было. Ага, здесь у нас есть стопор. То есть нажимая вот сюда мы можем регулировать положение. От вот такого лежачего полноценно до вот такого. Что мне нравится? Это вот прорезиненные вот эти вставки, которые позволят не скользить. И вот эти. Но резина такая немного смахивает на пластик. Поэтому скользить оно все равно будет. Единственное, что когда на нем будет какое-то устройство, на ней, на подставке, то тогда будет получше. Вот так вот это будет выглядеть. Что нравится? Это то, что здесь тоже есть прорезиненное такое место. Но опять-таки резина очень дубовая. И она не отрабатывает настолько, насколько могла бы. И качество сборки не очень. То есть вот здесь вот топорщица. Если хотите идеально, то придется подклеивать. То есть за эти деньги можно было и получше. И вот как, собственно говоря, выглядит смартфон на этой подставке. Я думаю, что интересно. Я думаю, что довольно устойчиво. И скажите, что вы думаете по этому поводу. И теперь по поводу того, как это все регулируется. То есть вот от таких пределов. То есть можно смотреть что-то. Допустим, домохозяйка может готовить. И смотреть какие-то рецепты. Не просто будет он лежать на грязном столе. Или еще где-то. Но под наклоном будет видно. Будет возможность в нужное для себя положение настроить. Ну и допустим, вы любите смотреть какие-то фильмы. Можно вот таким образом поставить, чтобы всем было видно максимально, да. Сколько возможно отодвинуть эту подставку, эту ножку. Ну, тоже неплохо. Но вот поставить на вот такой вот угол, например, уже нельзя будет. Но в целом вот от такого угла и дальше уже до вполне лежачего положения. Отлично регулируется. Я думаю, что за эти деньги, в принципе, неплохо. Но можно было и получше. Сам пластик довольно мягкий. И играет это хорошо. То есть при ударе, скорее всего, он не расколется. Потому что такие вещи часто падают. Ну и дополнительно можно вот так вот сложить. И будет только на этих ножках крепление. И вот таким вот образом все это крепить. Ну, тут уже каждый сам решает для себя. Удобно ему так будет или нет. Я думаю, что в качестве ознакомления вполне себе годный девайс. Что вы думаете по поводу этой подставки? Нормально, ненормально? Посмотрим, насколько ее хватит. Спасибо всем за внимание. Хорошего настроения. Где заказывал? Ссылка будет в описании. Заказывал в GearBest. Видите, по-моему, не было никакой распродажи. Просто купил, потому что это была одна из самых недорогих. Мне еще идет около пяти штук разных. Я увидел, что это новинки. И подумал, почему бы не потестить, не посмотреть, что сейчас делают из подставок. Потому что две тех, которыми мы пользуемся, они отличные, но нам их не хватает. Потому что кто-то смотрит на планшете, кто-то смотрит на телефоне. И, в общем-то, постоянно мы находимся в поиске подставки. Пришли на кухню кушать. Нужно идти в комнату обратно за подставкой. Ну, подумали, почему бы не заказать таких штук и посмотреть, какие из них более интересные. И рассказать про это вам, например. Так что, ваши мысли в комментарии. Спасибо за внимание. Если видео понравилось, не забудьте поддержать. Все ссылки в описании. Пока!